Вы только взгляните на эту милоту. Я уже много лет знал о существовании Макса Пэйна для Game Boy Advance, но всё, понимаете, как-то руки не доходили. И вот, дошли. Оригинальная история Макса Пэйна в 2001 году наделала много шума. Нуарная атмосфера, сюжетные вставки, стилизованные под комиксы, и, конечно же, Bullet Time. Возможность замедлять время. Короче, через год после оригинального релиза появились порты игры для домашних консолей, а в 2003-м силами студии Mobius Entertainment, которая позже войдёт в состав Rockstar, состоялся неожиданный порт для карманной Game Boy Advance. И вот всё это время, пока у меня до неё руки не доходили, я даже и представить не мог, что это почти полный перенос игры в изометрию с двухмерными локациями, но при этом полигональными моделями Макса и его врагов. Здесь у меня напрашивается сравнение с серией Tony Hawk's Pro Skater для ГБА, которая тоже отлично прижилась в таком графическом исполнении. Если вдруг знаете ещё подобные примеры, подкиньте, пожалуйста, в комментариях, буду рад исследовать это поле и дальше. В портативном Макси Пэйне все основные локации на месте. Перестрелки в Bullet Time, как вы уже видели, здесь тоже присутствуют. Обезболивающее, снаряжение, здесь даже кроватки в отеле Люпина вибрируют, как в оригинале. Какая прелесть! И катсцены также здесь озвучены голосом. Учитывая мою любовь к эпохе 80-х и 90-х, я не мог обойти вниманием и сериал «Очень странные дела». И очень здорово, что у нас в России вышло уже несколько комиксов по этой вселенной. Как и сам сериал, комиксы буквально пропитаны духом того времени, когда ещё не было ни PlayStation, ни даже Dendy, и школьники в основном проводили время за настольными играми и игровыми автоматами. Как это и делают главные герои очень странных дел. В первом сезоне один из ребят Уилл оказывается в мрачном параллельном измерении под названием «Изнанка». И вот мне на протяжении всего сезона хотелось как можно больше узнать об этом странном месте. И именно о том, как Уилл выживал в «Изнанке» и бегал от демогоргонов, и рассказывается в комиксе «Очень странные дела. Другая сторона». Пара других комиксов из этой серии, шесть, и совсем новенький в полымя, повествуют о других подопытных зловещей лаборатории Хоукинса. Они подвергались экспериментам ещё до того, как туда попало одиннадцать. В этих книгах подробно рассказывается о том, с чего вообще начался этот бесчеловечный проект доктора Бреннера и к каким методам он прибегал. Приобрести все комиксы серии можно в магазине 28-й, который, кстати, за их покупку подарит вам ещё и эксклюзивные синглы в рамках дня бесплатных комиксов. Ещё не знаете о нём? Тогда слушайте внимательно с 15 августа четыре уикенда подряд в магазинах комиксов по всей стране. При покупке книг от издательств участников в подарок вы получите комиксы, выпущенные специально к этой акции. Я вот уже положил глаз на сингл по очень странным делам, но наверняка возьму что-нибудь ещё. Бесплатных комиксов в акции участвует целый десяток. Тут и Скотт Пилигрим, и комиксы от моих коллег-блогеров, в общем, на любой вкус. Так что теперь вы знаете, чем занять себя в ближайший месяц, а я ещё немножечко вам помогу и оставлю ссылку на мероприятие в описании. Само собой, перенести прямо вообще всё в такой визуальный стиль и 16 мегабайт, доступных на картридже, не получилось бы. Поэтому давайте обратимся к деталям. Минуя вступительную сцену, где Макс снял палец с курка и всё было кончено, а также где он обнаруживает свою жену и ребёнка убитыми, тут геймплей стартует сразу на станции метро Роско Стрит. И сразу же начинаешь умиляться, насколько здесь всё соответствует оригиналу. Это, знаете, как мини-консоль себе купить, только это мини-игра другой игры, которую вы уже и так любите. Квиксейвов тут ожидаемо тоже нет, и, по-моему, это даже хорошо, не портит атмосферу. Однако, чтобы сессии на портативке не были слишком затянутыми, игру внутри каждой из трёх глав разделили дополнительно на фрагменты, после которых можно сохраниться. Причём всё это дело немного упростили, дав игроку 4 жизни на фрагмент. После потери жизни вы начинаете в той же самой комнате. Жизни у Макса Пэйна, прямо как у какого-нибудь Марио, это, прямо скажем, необычно. Особенно учитывая, что дополнительные жизни тоже можно отыскать. Несмотря на внушительный список оружия, где присутствуют и двойные пистолеты, и ингрэмы, как в оригинале, версия для ГБА лишилась снайперской винтовки. Очевидно, что такая перспектива, отсутствие вида от первого лица и ограничения в обзоре локации не позволили бы реализовать дальнобойное оружие в должной мере. Однако уличные локации, крыши и даже парапеты здесь присутствуют, и можно даже уронить Макса с большой высоты. Это сразу минус жизнь. Вы наверняка помните этот момент, когда Макс остаётся без своего оружия. Только с битой. Круто, что и он здесь присутствует. Правда, тут этот вопрос решается, но слишком быстро. Ещё из весомых для атмосферы моментов, мини-пэйн потерял все эпизоды с кошмарами и лишился большинства музыкальных треков. Зачем здесь в качестве боевой темы вставили вот эти африканские барабаны, для меня самая большая загадка. Но это такие смешные барабанчики в такой маленькой игре про маленького Макса Пэйна, что я даже не могу ругать за это разработчиков. Игра, очевидно, делалась с любовью. На стенах остаются следы от выстрелов. Есть разрушаемые предметы и стёкла. И кровь порой брызгает очень убедительно. Тут и там расположены объекты, с которыми можно взаимодействовать. Правда, комикс-вставки с теле- и радионовостями здесь превратились в обычные облачка с текстом. Но это тоже неплохо. А вот это завод Холодная Сталь. И здесь мне пришлось изрядно помучаться с огненными преградами. Не всегда понятно, где можно пройти, а где нельзя. И замедление времени не очень помогает с таймингами. Гранаты работают в этой игре не всегда так, как мне бы хотелось. Но они также создают комичные ситуации. Не могу обижаться. За исключением вот этих вот всех вырезанных вещей. В остальном это очень крутой карманный вариант Макса Пэйна. Причём, где надо, он такой же кайфовый и расслабляющий. А где надо, сложный и требует поднапрячься. Единственное, что битва с Люпиной здесь неожиданно совсем простая. Я готовился к худшему, а он почти не сопротивлялся. Полное прохождение отняло у меня около двух с половиной часов. Последняя сцена с Николь Хорн позабавила тем, как здесь придумали разрушать те самые тросы. Да, гранатами. И я хочу сказать, что это даже не тот случай, когда быстро знакомишься с игрой и забываешь про неё навсегда. В Макса Пэйна для ГБА хочется даже переигрывать. Особенно подкупает возможность взять его в дорогу, а не проходить на телевизоре, как я сейчас, ради захвата геймплея. Помните, что на экранчике геймбоя эта игра выглядит сильно-сильно меньше, чем сейчас на экране вашего телевизора или монитора. Более того, после первого прохождения открываются и читы, и даже дополнительные режимы. В Dead on Arrival предлагается играть без жизни вообще, а в режиме New York Time, как и в оригинальной игре, играть на время, пополняя его убийствами врагов. Тоже вполне себе неплохой дополнительный челлендж для реиграбельности. Макс Пэйн для ГБА — это мастплей для этой портативки. По крайней мере, теперь я так думаю. Попробуйте как-нибудь. Этот канал существует благодаря вашей поддержке. Если у вас есть желание помочь мне в создании контента, переходите на мои страницы на Patreon или Boosty по ссылкам в описании. А также помочь мне можно, оформив спонсорскую подписку на этом канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!